Это Skoda Octavia с двигателем 1.8 TSI мощностью 180 лошадиных сил. Здесь реализован непосредственный впрыск и распределенный впрыск одновременно. Мы сюда установили газобаллонное оборудование и об этом у нас будет рассказ. Продолжаем. Существует очень многое история о том, что современные двигатели невозможно переоборудовать. Это крайне проблематично и это ничего не даст в плане эффективности и работоспособности. Отчасти это правда лишь в том, что для того, чтобы установить газобаллонное оборудование на такой автомобиль, необходимо проделать значительно больше работы и предусмотреть очень много дополнительных нюансов, которые здесь всплыли. В данном двигателе совмещена технология непосредственного впрыска. Вот наш ТНВД. И технология распределенного впрыска. Здесь стоит 8 форсунок бензиновых, которые в зависимости от режима переключаются или совмещаются. Мы для того, чтобы сделать систему более доступной по цене, эту технологию объединили в единую. И это в том числе возможно реализуемо. То есть все железо, вся механика, которая была установлена, она установлена от компании BRC. Это у нас газовый клапан с фильтрующим элементом грубой очистки. Это у нас фильтрующий элемент тонкой очистки. Это у нас форсунки. Редуктор у нас классический где-то далеко. Его не видно. Ну а остальной момент очень-очень важный. Это электроника от компании KME Sky Direct, которая способна на такие чудеса. То есть она способна подружить самые-самые новые моторы. Конечно, это не самый простой вариант. То есть неподготовленному установщику ГБО такая система не дастся просто. Ему в любом случае придется обращаться за консультациями. Но в плане того, что это может работать, вот вы видите здесь на примере данного автомобиля. Мы его делали в течение пяти рабочих дней. Это не значит, что автомобиль переоборудовался пять дней к ряду. Нет. Мы наблюдали за ним. И сами наблюдения очень немаловажный процесс в установке ГБО. Так как здесь, точнее, все современные моторы имеют постоянно какие-то модификации в части программного обеспечения. И когда, думая, что оп, у меня была такая машина 2000, там, условно, 17-го года. И вот приехала машина 19-го года. Внешне могут быть они очень похожи. А по сути, работать абсолютно по другим стандартам. Почему так происходит? Происходит это потому, что современные автомобили находятся на этапе перевооружения в части выхлопа, норм токсичности выхлопа. И когда будет внедрено Евро-7, там будет вообще отдельная история. Это будет через пару лет. Код данного мотора, я вам скажу, CJS. Газа, то, что я вижу по показометру сейчас, у нас здесь должно расходоваться где-то около 10-12 литров. Это я имею в виду в жестком боевом режиме. Когда начинаешь ездить спокойно, расход значительно уменьшится. Из того, что у нас еще есть интересного, это вот такая вот вещь. Постараюсь вам сейчас ее показать. Вот, заправочный клапан. Установить его было совсем нелегко. Эта штука на самом деле тут и должна находиться. Но это все у нас резиновый материал. То есть, здесь нужно изготавливать кронштейны, крепления. И переживали за что? Что слишком глубоко утоплено пистолетом будут царапать. Я, в принципе, дам хозяину рекомендацию, чтобы здесь сделали прозрачную пленочку бронированную. Чтобы избежать разочарований. Когда невнимательный заправщик возьмет и поцарапает крылом. Значит, баллон здесь вместо запасного колеса. Кнопочка у нас установилась здесь. Это, в принципе, довольно удобно. Так как, по сути, за этой кнопкой следить особо не нужно. Это была Шкода Октавия с двигателем 1.8 TSI. Код мотора CJS. В котором реализован непосредственный и распределенный впрыск. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И кому оно понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Мне будет приятно. До новых встреч. И если какие-то у вас есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. Счастливо. Всего вам доброго.